В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Тольятти полицейскими приостановлена деятельность крупнейшего за последнее время в Самарской области цеха по производству контрафактного алкоголя. Ежесуточно с его конвейера сходило по 30 тонн опасной жидкости. Задержаны и люди, которые ее производили. Всего более 40 человек, в том числе организатор незаконного бизнеса. Подробности в нашем сюжете. Цех по производству контрафакта располагался в промзоне на обводном шоссе в Тольятти. В момент визита полицейских в помещении находилось около 40 человек. Бойцы спецназа сработали молниеносно. Оказать сопротивление никто не рискнул. В качестве рабочих в цехе трудились более 40 человек – уроженцы соседних республик. Разрешение на работу было только у 10 из них. Железные браслеты оказались и на руках этих молодых людей, по словам которых, никакого отношения к нелегальному цеху не имеют, а просто оказались ни в то время, ни в том месте. В ходе обыска помещения цеха, который проработал около полугода, было обнаружено оборудование для изготовления алкоголя, а также емкости для его перемешивания, тара для разлива с наклеенными этикетками известных брендов, а также поддельные акцизные марки. По данным полиции, производство контрафакта было поставлено на поток и велось по трем линиям. В итоге нелегальный цех производил по 30 тонн некачественного алкоголя в сутки. Установлен сам организатор, житель Самарской области, он задержан. Все составлены административные протоколы, подключено ведомство федеральной миграционной службы. Сейчас эта работа во всех направлениях проводится. По данным полиции, приостановлена деятельность крупнейшего за последнее время в Самарской области цеха по производству контрафактного алкоголя. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное предпринимательство». Вся изъятая продукция отправлена на экспертизу. Самарские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 68-летнего пенсионера. Преступление было совершено на улице Георгия Димитрова. По данным следствия, за несколько минут до происшествия в одном из отделений банка потерпевший снял с карточки пенсию. После чего вышел на улицу, где к нему подошел подозреваемый под предлогом того, что наш потерпевший похож на преступника, совершившего кражу из его автомашины, просил пройти во двор школы, где его может опознать фоксер школы. Наш потерпевший прошел месяц с подозреваемым во двор школы, где подозреваемый, применяя насилие, нанес нашим потерпевший удар и открыто похитил держанную средству в размере 15 тысяч рублей, после чего скрылся. Задержали подозреваемого уже на следующий день. Им оказался 47-летний житель Самары, который и раньше был судим за аналогичные преступления. После последней отсидки на свободу мужчина вышел всего полгода назад. Теперь ему снова может грозить тюремный срок. По данным полиции, есть подозрение, что это не единственное совершенное в последнее время задержанным преступления. Тех, кто, возможно, пострадал от действий этого человека, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции. Невнимательность и спешка стали причинами гибели 17-летнего подростка в Тольятти. По данным инспекторов ДПС, около полудня на улице Коммунальной в Автограде произошло ДТП с участием грузовой газели и скутера, водитель которого, перестраиваясь из ряда в ряд, не заметил и не пропустил грузовик, который двигался в попутном направлении. Столкновения избежать не удалось, скутер оказался под колесами грузовика. В результате данного ДТП водитель получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По данному материалу будет собран проверочный материал. На место вызвана следственная оперативная группа для выяснения причин и обстоятельств данного ДТП. Около 10 граммов марихуаны и более 20 кустов конопли изъяли наркополицейские на одном из дачных участков в селе Рубежное. Дача принадлежала двум местным жителям, которые не так давно освободились из мест лишения свободы. Судимы они были неоднократно за незаконный оборот наркотиков. Выйдя на свободу, продолжили заниматься преступным бизнесом. Есть данные о том, что они сами употребляли эти наркотические средства. Кроме того, вполне возможно, что они занимались избытом марихуаны. В настоящий момент возбуждены уголовные дела по двум статьям. Это хранение наркотических средств и культивирование наркотических средств. Проводятся следственные действия. Наркополицейские напоминают с 30 апреля по 30 сентября на территории Самарской области проводится операция МАК-2015. Любую информацию о незаконном культивировании наркосодержащих растений наркополицейские просят сообщать по телефону горячей линии, номер которого вы видите на экране. Тем временем самарские наркополицейские выходят на новый уровень работы. Уже в ближайшее время на вооружение экспертно-криминалистического отдела областного управления ФСКН поступит новое оборудование, с помощью которого в целях раскрытия того или иного преступления удастся восстанавливать даже удаленную информацию с любого электронного носителя. А пока журналистам рассказали о уже существующих методах работы. На экскурсии в экспертно-криминалистическом отделе наркоконтроля побывала наша съемочная группа. Они не задерживают преступников и над их головами не свистят пули. Их задача доказать, что в кармане очередного задержанного наркодилера не зеленый чай или мука, а тот самый, что ни на есть опасный наркотик. Работу экспертам облегчает новейшее оборудование, в базе данных которого образцы десятков органических соединений. Мы проэкстрагировали. Вот у нас есть агроматомассный спектрометр. Это очень хорошая вещь. Чем он хорош? Он определяет наркотики, сильнодействующие вещества, психотропные, ядовитые вещества. То есть огромный перечень органических соединений. По итогам исследования эксперту остается лишь дать заключение, от которого в дальнейшем будет зависеть судьба задержанного. А уже в другом кабинете проводят тросологические исследования. Определяют, сколько именно изъятого вещества задержанному принадлежит. Здесь буквально по кусочкам собирают, например, пакеты, в которых находились наркотики или изоленту, которой они были перемотаны при расфасовке и закладке в тайники. Тут у нас была вот синяя изолента, красная, желтая, белая. Необходимо было аккуратно размотать, чтобы сохранились концы. Потому что совмещение происходит по краям, грубо говоря. Потому что либо при разрыве, либо при разрезании могут остаться признаки, которые помогут идентифицировать. В данном случае видно, что есть какие-то края неровные, которые при совмещении с разных мест дают единое целое. Всего в экспертно-криминалистическом отделе областного управления наркоконтроля работают 20 человек. Из них 15 в Самаре, четверо в Тольятти и один в Отрадном. В их рядах исключительно профессионалы своего дела. Они работают по 13 направлениям экспертной деятельности, в числе которых фоноскопия, позволяющая определить голос подозреваемого. Все голоса, которые к нам поступают на экспертизу, они впоследствии заносятся в базу данных. Мы его прогоняя через базу данных, можем установить уже сразу, что это за лицо записано, даже не имея контрольных образцов голоса. Даже если меняется голос, все равно само произношение остается тем же. Всего за год использования технологии на учете в базе данных отдела накопилось уже 72 голоса, как на русском, так и на иностранных языках. Совсем скоро, говорят специалисты, на вооружение поступит новое оборудование, с помощью которого в целях раскрытия того или иного преступления удастся восстанавливать даже удаленную информацию с любого электронного носителя, в том числе телефона, которым при продаже наркотика пользуются наркодилеры. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.